здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок меня зовут сотникова светлана я ландшафтный дизайнер и растение вод и сегодня я хочу познакомить вас с одним очень интересным растением вы наверное удивитесь если я скажу что вот этот куст за моей спиной называется малина малина душистая или в народе его зовут малина клен вот я держу в руках листочек думаю вы не удивляетесь почему его так называют иногда люди настороженно относятся к тому что это малина говорят ой наверное она ползет хочу сказать что не все малины ползут по саду эта малина в отличие от других видов растет кустом она растет большим плотным кустом вот этот куст за моей спиной ему примерно лет 15 ветка каждая ветка живет 57 лет то есть ее не нужно каждый год вырезать и очищать хотя при желании можно можно ухаживать за ней как за гортензией то есть срезать ее на зиму и весной она будет снова отрастать большими мощными листьями и молодыми сильными побегами высота взрослого куста около двух с половиной метров в этом году он даже почти три выполнил ягод на нем достаточно много малина душистая плодоносит обильно но ягода у нее можно сказать маленькая я сейчас попробую показать веточку какая-то часть плодов уже была собрана какая-то часть еще зреет вот такая ягодка как пуговка называется она не просто так малина душистая ягода маленькая и поэтому практически сухая но она имеет очень насыщенный малиновый аромат она имеет не вкус а послевкусие для любителей приготовить ароматный чай из натуральных ингредиентов это находка потому что высыхает ягода без каких-либо специальных приспособлений их можно просто собрать разложить на лист бумаги и через несколько дней через два-три дня ягоды будут сухие а затем хранить стеклянные баночки плотно закрытой чтобы они не увлажнялись и при необходимости размололи на кофемолке две капельки буквально на кончике ножа добавили в чай и у вас чай пахнет малиной очень очень вкусный и ароматный кроме того 5 таких ягод на банку любого абсолютно варенье и ваше варенье будет пахнуть малиновым то есть это малина душистая кроме того что куст большой побеги у него многолетние листья у него очень красивая очень красивая фактурная листва с точки зрения декора с точки зрения дизайна он еще и восхитительно цветет сейчас конечно не сезон и я могу вам показать только один цветочек ну или выборочно мы потом покажем еще несколько цветочков но вот обратите внимание 45 сантиметров в диаметре розового цвета когда она весной цветет вся это потрясающее зрелище ландшафтные дизайнеры поймут и оценят фактуру и цвет листьев крупные мягкие бархатистые это растение абсолютно неприхотлива удивительно но она может расти и на солнце и в тени как на солнце так и в тени единственное отличие когда малина душистая растет на солнце ее цветки распускаются ярко розовыми но очень быстро выгорают бледнеют и становятся бледно-розовыми затем белыми если малина душистая будет посажена вами в тени она может расти даже под пологом других деревьев в глухой тени то она будет свести очень долго и ее цветки будут все время сохранять насыщенный ярко-розовый цвет по уходу ничего специфического это растение не требует малина душистая как любая другая малина она будет очень отзывчиво на подкормки в том числе органикой обрезать ее каждый год как я уже сказала совершенно даже не нужно если какая-то ветка в середине куста обычно это происходит летом вот сейчас в июле засыхает засохла веточка не знаю видно наверное видно значит мы ее просто обрежем в этом заключается весь уход растение идеально для того чтобы закрыть какой-то неприглядный какую-то неприглядную постройку может быть забор то есть она высокая она раскидистая широкая когда мне становится неудобно у меня вот здесь дорожка и мне становится неудобно что малина слишком широко раскинулась я просто-напросто беру и связываю куст тогда она занимает меньше места в ширину и куст выглядит высоким и компактным как я уже сказала малина душистая практически не ползет по огороду но нам ведь иногда хочется размножить это растение нам хочется чтобы она как-то дало какие-то отростки детки чтобы их можно было отделить как у любых капризных растений как у любых капризных кустарников которые не хотят пускать корневую поросль не хотят давать боковые побеги я им обычно повреждаю корни то есть в каком-то месте с какой-то стороны возле куста бью землю лопатой просто беру лопату и нарушаю корневую систему могу немножко покопать могу посадить какое-нибудь маленькое растение даже какой-то огородный овощ который потом выкопаю все это делается для того чтобы нарушить немножечко целостность корневой системы тогда она стимулируется и молодые побеги от корней все-таки появляются иначе если этого не делать молодые побеги появляются на расстоянии 5-10 сантиметров от основного ствола растения от основного куста и их очень трудно отделить если же покопать лопатой то через год молодые побеги появятся на достаточном расстоянии для того чтобы их можно было откопать вот видите например основной куст а вот эта молодая поросль которая у меня здесь находится в череночнике и опять яркий цветочек вот это молодая веточка это молодая веточка которая выросла в этом году она еще будет свести у нее еще много бутонов вот один цветочек а взрослые ветки они большие крупные тяжелые они разветвляются немножечко хрупкое растение молодые веточки ломаются поэтому следует быть с ним осторожным оно не подвержено болезням и вредителям по крайней мере большинство болезней и вредителей которые нападают на обычную малину обходят малину душистую стороной поэтому куст в принципе всегда хорош всегда красив благодарю за внимание